Добрый вечер. Добрый вечер. Перед нашей встречей отслушивал ваше недавнее интервью. И в одной из бесед, радиобесед, вы обсуждали ситуацию с мэром Якутска, которая деньги, отведенные на балетную постановку, направила на какую-то социалку. Это вообще очень интересная тема, поскольку у нас в стране миллиарды тратятся на театры, на культуру, скажем так. И на фасад. Вы считаете, что это фасад? Иногда. Швыдко мне говорил, что у нас на самом деле при всем при этом недофинансирование этой отрасли, что денег не хватает. А с другой стороны, есть такой дискурс в социальных сетях, что вместо того, чтобы тратить несколько миллионов на постановку спектакля о тяжелой судьбе мальчика гомосексуальной ориентации, лучше потратить эти деньги на лечение мальчиков и девочек разной ориентации. Как вы считаете, если бы у нас референдум состоялся в стране на эту тему, куда лучше эти деньги? На культуру или на социалку? Если бы у нас в стране стоялся референдум, то мы бы повторили 17-й год. Вот так вот вы считаете? Немножечко этот тезис расшифруйте для... 70% населения живут от зарплаты за зарплату. И 1% населения потребляет почти весь валовый внутренний продукт. Вы понимаете, чем это все закончится? Мне казалось, что это была изначально установка вашей, но не вашей персональной, а людей, которые называются молодые форматорами, люди, которые пришли к власти в 1991 году. Какой был посыл? Обогащайся или сдохни? Как вот ваш Гайдар говорил, 30 миллионов не впишутся в рынок, но... Вы плод пропаганды, которая длится последние 15 лет. Вы ее прям впитали один к одному. То есть это... Вы сейчас смотрите федеральное телевидение, я это заметила. Этот фейк, то, что он произносит, эти слова, это ему подложили, да? Если Владимира Владимировича собрать все цитаты, можно так и подложить, что он превратился в кровавого диктатора. То есть вы считаете, что есть установка... Нельзя цитировать, нельзя выхватывать из контекста. 1991 год это была реформа политическая, которая была основана на внедрении демократии в политике и рынка в экономике. Так. Есть... В мире нет ни одной эффективной страны, которая бы жила, кроме Сингапура, но они очень маленькие, да, которая бы жила эффективно, экономически обеспеченно и при этом без рынка. Даже Сингапур весь в рынке. Даже Китай весь в рынке, при коммунистической партии. Поэтому рыночная экономика, у нее есть две формы развития. Есть латиноамериканские, похожие на наши. Когда кучка олигархов, слитых с политикой, забирают все, а народу подкидывают только, чтобы выживало. Ну, может быть, это... Есть европейский вариант, есть американский вариант, когда государства мало, конкуренции много. И за счет этого появляются компании, которые финансируют, в том числе, искусство. Это американский вариант. Голливуд не нуждается ни в каких деньгах, да? Он зарабатывает прекрасно сам. А европейское кино, оно не такое коммерческое, оно больше об отношениях, о душевности. И там вовсю финансирует государство, но не напрямую, как Кирилла Серебренникова, да, а через различные фонды. Когда вы видите французское кино, вы видите Канал Плюс, Канал Плюс Один, АТФ Один, АТФ Два. Это все различные каналы, в которых есть частичка государственных денег. Они зарабатывают деньги на программах и на рекламе, и чуть-чуть дают фонд поддержки французского кино. Поэтому рынок имеет кучу оттенков, да, даже больше, чем 50 оттенков серого. Ну, возможно, что закономерно... Черное и белое – это большевистское мышление, да? Рынок – это всегда ужас, а что тогда не ужас? Распределение, как в Северной Корее, вот там всем все поровну. При этом проводились опросы, и корейцы, которые живут в Северной Корее... Да, более счастливы. Да, да, в качестве жизни значительно... При Сталине даже наказали, шли их, расстреляли, они говорили. Ну, так, может быть, это и есть, собственно, цель руководства и политических элит. Дело так, чтобы, с одной стороны, была управляемость электоратом, народом, называйте, как хотите, массами. А, с другой стороны, чтобы эти массы были при этом счастливы. Нет? Политические элиты бывают разные. Да. Есть политические элиты, которых контролирует другая политическая элита. Называется политическая конкуренция. Поэтому никто из них не может узурфировать власть. Как бы Трап не выпендривался, у него явная угроза или импичмента, или его, в общем-то, скоро снесут на следующих выборах. А в Нижней Палате Конгресса он уже голоса потерял. Это конкуренция. Есть политические элиты, которые сбиваются в кучу, захватывают все ресурсы и убивают всех конкурентов. Это называется недемократические режимы. От самых диктаторских до авторитарных. Обобщение иногда дорога в ад. Иногда нужно разбираться в структуре любого термина. Искусство – это же тоже понятие очень такое широкое. Можно его перевести как искусство – это то, что сделано искусственно, не имеет отношения к природе. А можно прийти как искусство – это игры воображения человеческого разума, разговор с Богом. По-разному. В одном случае скажут – это все фейк. И все оперы надо уничтожить. А в другом случае скажут – надо сделать все, чтобы люди творили. Хорошо. Вот если бы в 2004 году выиграли бы президентскую гонку и стали бы лидером страны. То есть, ваше решение, какое бы было в нынешней ситуации, не в 2004 году, а вот в 2018 году, при нынешней экономической ситуации, при нынешнем раскладе с бюджетом, с ценами на нефть. Первое – я бы прекратила воевать. Второе – я вот эту сферу с бюджетными деньгами на искусство. Меня вот этот аспект интересует. Начали вы с демократии в 90-х. Нет, я начал как раз именно с Якутска. Потом вы улетели вообще в демократию в 90-х, а теперь захотели опять как критики. Вот не уходите от вопроса. Мне очень интересно. Я не уходила. Президент Ирина Хакамада. Вы сказали, что в 90-х мы это сотворили сами. Ничего себе, я ушла от вопроса. Вы задали мне этот вопрос. Вы провоцируете, но вам не нравится, когда вам отвечают. Нет, мне очень нравится. Как вы отвечаете, мне очень нравится. Отлично. Значит, есть две модели. Есть европейская, есть американская. Если я президент России, я должна посмотреть, существуют ли у нас институты, которые могли бы финансировать искусство так, чтобы оно было независимым, и поддерживать это через бюджетные средства. Нет. Нет. Поэтому нужно 2-3 года, чтобы их создать. Для этого должен быть подписан кодекс, согласно которому государство в лице всех своих фондов не имеет права, финансируя искусство на конкурсных абсолютно открытых условиях, не имеет права заниматься цензурой и корректированием содержания. Потому что искусство не имеет никакого отношения к идеологии, не имеет никакого отношения к воле государства. Это творчество независимых художников. Есть второй вариант. Мы говорим, в бюджете денег нет. Сейчас нужно заниматься пенсионерами, созданием рабочих мест, снижением налогов вместо их повышения. Поэтому мы для искусства создаем другую сферу, что было уже. И тогда российский климатограф поднялся. И театры многие на этом поднялись. Мы не будем давать деньги, но мы даем, что возможность продавать билеты, не берем с этого налогов. И там, где помещение находится в аренде, в аренде без арендной платы и без уплаты налогов на недвижимость. Вот прозвучало имя, и по ситуации с Гогольцентром хотел бы узнать ваше мнение. Это дело политически ангажировано или просто так сложилось? Неизвестно. Это вам неизвестно? Нет. Но вы допускаете, что это просто не повезло человеку, и он попал под раздачу, делая то, что делают все? Когда все делают, а один попадает в раздачу, это не значит, что не повезло. Это значит, связался с тем, с кем может не повезти. У вас в жизни бывали такие ситуации, что вы связывались не с теми людьми и потом жалели? Нет. Нет? То есть вы всегда... И ваша политическая карьера тоже, вы считаете, выстраивалась... То есть если бы можно было переиграть, вы все бы сделали так, как вы делали? Да, но я бы выиграла, конечно, в 2003 году, я бы забрала партию под себя и все. Я думала, как-то эти ребята справятся, а оказалось, нет. А так, да, я бы все выбила то же самое. Вы считаете, что где-то около 4% вам тогда, по-моему, это цифра? Вы понимаете, что это была цифра, которая контролировалась органами власти. На самом деле было больше. Насколько больше, по вашему мнению? Ну, мне спецслужбы передали информацию, что на 2-3. В 2-3 раза или 2-3 процента? Нет, на 2-3, 6-7 процента. А вы, я знаю, что не любите говорить о политике. Не люблю. У вас лейтмотив последних лет, что вы ушли из политики, что вы занимаетесь. Это не лейтмотив, это правда. Это правда. Тем не менее, вы же понимаете, что про политику и про роль женщины в политике с вами будут говорить очень долго, ну, в ближайшие 50-50 лет. Ну, почему 50 лет? Как только изберут женщину президентом, начнут говорить о том, роль мужчины в большой политике. А кто у нас может быть избран президентом? Кто угодно по воле высшего органа власти. Если бы Путин Ксению Анатольевну Собчак обозначил бы как свою преемницу, она бы набрала больше 2 процентов. Вы считаете? Да. При всем при том, что социум знает, что она, в общем, ну, кто она и что она говорит. Не имеет значения. То есть, любой человек, на которого укажет нынешний лидер... Ну, вся структура института выстроена таким образом. Я же не про народ, я про институты. А там много инструментов собирать голоса. И вы это знаете? Нет, я не знаю. Не знаю. Нет, нет, нет. Вы не знаете, как голосует армия? Ну, я догадываюсь. Неужели вы думаете, каждый солдат выходит и ставит галочку там, где хочет? Тогда почему с вашей... Вот у вас есть объяснение. Почему Ксения Анатольевна Собчак, при том, что все понимали, что она любимица Владимира Владимировича... Кто сказал? Ну, как, она его крестница... При чем тут это? Вы знаете, единственный раз, когда на ток-шоу на федеральном канале в Иване Любимом явились одновременно премьер и президент Путин и Медведев, это было ток-шоу про Ксению Анатольевну Собчак. Чтобы они просто пришли вот в такое вот трэш-шоу, это вообще вообразить сложно. То есть понятно, что она человек очень-очень близкий Путину. У тебя вы сказали корректно. Любимица – это одна история, интрига – это другая история, связи фамильные – это третья история. Любимица – это очень личная. Никто не знает, кто любимица у Владимира Владимировича Путина. Но ведь факт, что это Нарусова, кстати, обратила внимание, сенатор Нарусова, что нынешнее руководство страны – это все воспитанники ее мужа Собчака. Ну, там и, кстати, Анатолий Борисович Чубайс, и Кудрин, и, собственно, и Медведев, и Путин, Греф. Нет, Анатолий Собчак занимался конституционной реформой, был среди группы, которая совершала эту трансформацию серьезнейшую. Чубайс и, соответственно, кого еще назвали? Ну… А с питерских так много теперь, мы запутались. Да, вот у вас вот этих очень много прав. Мы своим делом заняты, мы отдали вам политику, вы огребаете все, что вы сами создали. Нам это кому? Питерсам. Я же не питерский. По коему-то я вообще апполитен, я даже в комсомоле не был, не говоря о КПСС, в которой вы удачные много лет состояли. Я была всем, потому что я пробовала все, я была специалистом в области экономики, и тогда нельзя было преподавать и работать в этой области, если вы формально не член партии. Вот и все. Юрий Трифонов, по-моему, описал во всех своих романах и повестях эту историю. Хочешь работать по специальности, нужно формально вступить в партию. Не нужна партия, тоже выходишь. Вы когда произнесли фамилию Трамп, я подумал, Хакамада, будучи американской гражданкой, если бы вы были американской гражданкой и участвовали в последних выборах. Вот если никто не запомнит, если тот, кто сейчас смотрит, никто не запомнит, скажите громче и четко. Если бы вы это артикулировали достаточно четко. Не-не-не, повторите. Хорошо, за кого бы голосовала Хакамада во время последней гонки американской? За Трампа или за Клинтон? За Трампа. За Трампа? Да. А ваши все за Клинтон, по-моему. У меня нет ваших, я сама по себе всегда. То, что он, у него репутация, только буквально чуть не вырвалось, что я сказал бы, что он сексист, у него репутация сексиста, вас это не смущает? Меня не интересует, когда избираюсь в президенты, все разговоры вокруг его высказывания, я не люблю выхватывание цитат. Мне интересна ситуация, когда такую Америку может что-то потрясти, и вдруг что-то произойти неожиданно, и вдруг в этот эстемблишмент вырывается человек, который вообще к нему не имел отношения. Там, в отличие от России, политический класс и класс бизнесменов существуют отдельно. Это у нас все вместе замешалось так, что мы распутать не можем. Поэтому это, я понимала, амфантери были для политического эстеблишмента. И мне стало интересно. Если бы я жила внутри страны, я бы тоже попробовала, да, потому что Америка тоже встала в какой-то застой бесконечный. И при Трампе их трясет, но это интересный эксперимент. А там страна готова? Я вам скажу честно, для России тоже пора что-то как-то, знаете. Пора что? Ну, как-то встрястись вообще наверху, там совсем уже заснули все. Их Путин иногда потряхивает, но это уже как шум, все привыкли. Но при этом мы ведь с вами понимаем, что нынешняя власть – это власть либералов. Что Путин либеральный президент. Кто вам сказал? Вы опять начинаете. Рынок, либерализм, Путин. Теперь здесь вы… Рынок – это одна история. Он может быть на принципах либеральных, может быть на принципах нелиберальных, как в Латинской Америке или в Сингапуре. То есть это все разные понятия, указывают понятия и свои стоят. Я понимаю, что вы журналисты, поэтому вы ничего не знаете, вы кидаетесь по верхам. Конечно, конечно. Ну тогда давайте мастер-класс. Сейчас будем лекцию на полтора часа читать. Про мастер-классы мы обязательно поговорим во второй части буквально через 5 минут. Сегодняшняя власть нелиберальна, потому что либерализм отличается от нелиберальной модели в области строительства государства тем, что государство полностью зависит от других независимых институтов. То есть суды независимые могут снести кого угодно, под суд отдать кого угодно и слушание устроить вплоть до президента. То есть если президент переходит улицу на красный свет или не платит налогов, в либеральном государстве его сажают так же, как и другие государства. СМИ независимы, их много, они конкурируют. Они могут быть предвзятыми, но они настолько все разные и друг с другом бьются, что в результате появляется какая-то объективная информация. Все ветви власти абсолютно независимы. Если это парламентская либеральная модель, тогда та партия, которая победила, она и ставит своего премьер-министра. Если это президентская страна, тогда партия победила, а президент избирается параллельно. И у них могут быть противоречия, как сегодня у Трампа. Их много, этих разновидностей, все придумали в свое время греки. Быть может, делав в так называемом человеческом материале, существует такой тезис, что носители русскоязычного менталитета просто не готовы к описанным вами моделями, что нам обязательно нужен отец, царь, вождь. В одном американском фильме была одна фраза, гениальная. Разведчик ЦРУ уговаривает свою бывшую возлюбленную, уже взрослую, а не взрослую. Говорит, ну зачем ты участвуешь в политике, да, мы хотим помирить всех в Израиле, чтобы как-то они с Палестины жили мирно, не убивали друг друга и так далее. И она отвечает, говорит, тысячи веков назад еврейский народ договорился с Богом, что все святыни будут храниться в Иерусалиме, это наши святыни. Мы с Богом договорились, мы избраны нас. И поэтому мы не имеем права не идти по этому пути. Видите, как много чего звучит в истории, которая потом работает тысячами лет, и люди убивают друг друга. Есть такая идея, на самом деле любой еврей вам это расскажет. Это нормально, мне даже нравится эта штука, потому что такой выход интеллектуальный интересный. Вот все остальные должны просто молиться Богу, а мы единственный народ, который можем с ним разговаривать и находить общие точки зрения. Мы первую часть закончим, а вторую про политику. Я постараюсь, я в следующем случае не говорить, если вдруг случайно на эту тему вырули, то это будет обоюдная вина. Окей, первый раунд закончился, и в Занере-бокс. Какой же это раунд? Да, я поняла. Мы поговорили о безналичном. Теперь переходим в нал. В кэш перешли. Поговорим о личном. Как вы описали бы свой статус рабочий человеку, который не знает, кто такой Ирина Хакамады? Ну, приехал эмигрант из Небраски. Вы кто сейчас? Вы бизнес-тренер, вы общественный деятель. Бизнес-тренер. Бизнес-тренер. Кого вы тренируете? Того, кто хочет. Вы объясняете, как достичь успеха людям? Я учу людей работать со своим сознанием и мозгом. Ну, по вашим наблюдениям, кто эти люди? Ну, там, гендерный расклад, возрастной цен с имущественными. 50, если брать корпорации, это 50 на 50. Если брать публичные лекции с улицы, то, конечно, это 20 на 70, 20 процентов мужчин, 70 процентов женщин. Возраст в среднем от 18 до 40. Имущественный статус этих людей? Средний класс, то есть могут себе позволить купить билет за, там, в среднем 20, 30, 15 долларов. У нас есть средний класс в стране. Ну, а если бы его не было, тогда бы вы парикмахерская вам так хорошо не подстригли. Пошли бы в государственную, Кремлю. Мне счастлива будет парикмахер, она ваша фанатка, она будет просто счастлива. Вот она представитель среднего класса. Я просто дискаунт заработаю с вашей подачей. Я просто сейчас фактически немножко денег заработал. Не думайте о деньгах. А вот это очень странно слышать от Хакамады. Ну, потому что в представлении определенной части социума вы человек денег. Вы занимаетесь бизнесом. Вы думаете... Я не занимаюсь бизнесом. То, что вы делаете, это не является предпринимательской деятельностью? Предпринимательская деятельность, которая приносит прибыль. Вы получаете доход, вы читаете себе стоимость, вы получаете прибыль. Я не занимаюсь билетами, я не занимаюсь лекциями. Это делают другие агентства и на мне зарабатывают. Я, как певица или кто там, я за гонорар выступаю и ухожу. Все. Ну, налоги вы платите? Конечно, 6%. Кто контролирует? Вы сами контролируете всю эту ситуацию тем, чтобы... Понятно, поскольку вы заметны. У меня есть директор. В случае, если что-то... У меня есть директор. Который этим занимается. И получает за это 10% отказа и лекции. А вы не консультируете никого по достижению успеха, скажем, в личной жизни? Иногда да. Если вижу, что кейс для меня понятный, я могу помочь человеку. Это частные консультации или это, опять же, вы работаете с какой-то группой? По-разному, как получится. Иногда сама корпорация мне присылает людей. Каждый раз заключается контракт. Вы, когда описывали свой статус, совершенно такую ипостась, как писатель не упомянули. При том, что вы писали, в общем-то, и фикшен. И последняя ваша работа «Рестарт» — это не художественная литература. И то, и другое. Ну, чуть-чуть поподробнее. Ну, «Рестарт» — как прожить много жизней. Там несколько глав, которые посвящены, как развивать интуицию, как управлять эмоциями и конвертировать их в доход, управляя уже в бизнесе. То есть такие прям бизнес-три. Но между ними художественные новеллы как переменка, чтобы отдохнуть. Это все основано на личном опыте, я про художественные новеллы говорю. Нет, мне рассказывали истории, как любой писатель. Я собираю, дальше додумываю, придумываю, фантазирую. Сюжетные линии беру из жизни. Но есть, которые на личном. Их много там. Я как-то помню давнишнюю. Могу что-то по-журналистски напутать? Вы меня поправите. Телевизионную полемику, где вы очень ратовали за равенство, не равноправие, а равенство мужчин и женщин. Я что-то путаю? Да. Такого не было никогда. Ну как можно не уратовать, когда оно есть, присутствует в Конституции, во всех законах? Равенство. Ну а что там, неравенство, что ли? Ну ведь это... Написано, мужчина и женщина имеют равные права. Ну ведь это ужасно. Что ужасно? Ну как, мы же с вами неравны. В каком смысле? Ну во всех. Я понимаю, что у вас между ногами другой орган, но вопрос же о равенстве возможностей и прав, а не физиологии. Вот, равенство возможностей, смотрите. Просто женщины гораздо... Ну не только потому, что мы сейчас живем в эпоху развитого матриархата, а в принципе, вы же гораздо лучше нас. Вы без нас можете обойтись. Я не знаю. Вы можете продолжать рот. Ну нет, там, я не знаю. Это вы сказали, это не я сказала. Ну нет, это просто, ну как, это биология. Если останутся только одни мужчины на Земле, то продолжение рода человеческого, даже если это будут мощные умы ученые, решить эту проблему не смогут на сегодняшнем этапе. Женщины, если оставить вам цистерну спермы, то вы сможете продолжать существовать на планете без нас очень благополучно. Поэтому мы неравны по определению. Ну я думаю, что мужчины начнут делиться с горя, как амебы. Вы это... Ну откуда вы знаете? Прогресс, заложенный в мужчине, не имеет границ никаких. То есть вы считаете... Мужчина дико креативен. Он что-нибудь придумает. Может быть, марсиан... Ну вот вы видите, вы сейчас скажете, что мужчины дико креативны в презумпции того, что женщины не настолько креативны, сколько мужчины. Женщины тоже дико креативны. Народ вообще прекрасен. Я его люблю. Народ в том смысле, что вы любите народ, что вы не лизантроп, или вы любите народ, наш народ, наш литарь? Вне зависимости от пола и национальности. Мне нравятся люди, даже и вы. И вы считаете, что все одинаковые? Я не считаю, что вы похожи на меня и лучше. Нет, нет. Женщины по определению лучше. Это мы не одинаковые. Я это только что сказал. Мы не одинаковые. Конечно. Так как же мы можем быть равны? В правах и возможностях. Нет, равноправие и равенство. Вы не врач. Отключитесь от физиологии, настроения, психики, устройства мозга. Переключитесь. Есть у любого гражданина права и что? Возможность их реализации. И вот здесь женщины и мужчины в России равны. В одной из бесед телевизионных вы сказали, что женщина в жизни мужчины занимает четвертое или пятое место. Третье. Третье, да. На первом это работа. Самореализация. Самореализация. Второе. Друзья и увлечения. То есть рыбалка, охота, карты. Я не знаю, но для них мальчишник и вот эта дружба мужская очень важна. Их увлечения мужские, где они считают девочкам не место. А на третьем месте жена и дети. Это правда. Это вывод из чего? Социологическое исследование. Какое социологическое исследование? Их было очень много и в среднем по количеству разводов, когда разводятся с женщинами даже при наличии двух, трех детей или даже грудных детей, да, им изменяют и так далее. По опросу женщин в семьях, если вашему мужу предложат в субботу поехать на охоту, а вы предложите пойти с ним в театр и с ребенком, то в ста процентах он предпочитает охоту. В ста процентах? Да. Не знаю, кто делает эти социологические... Ну, я тоже много не знаю, кто делает ваши выводы, на которые вы опираетесь. О том, что женщины и мужчины не равны, что женщины менее креативны. Вы тоже это наговорили, не опираясь ни на какие следы. То, что женщины менее креативны, я не говорил. Вы только сейчас, 10 минут назад сказали, что если мужчины креативны, значит, женщины менее креативны. Я помню то, что вы говорите. У зрителей есть возможность потом запись передачи просто отмотать. Да, конечно. И они получат, когда они ничего не поймут, зачем мы с вами тут сидим и общаемся, но сам процесс им понравится. Это называется шоу. Мы делаем с вами шоу. Вы себя считаете в этом смысле... То есть я считаю, что вы мастер шоу. Я не знаю. Вы себя считаете... Я считаю... В чем вы мастер, в чем вы сильны? Я делаю то, что хочу. Так. И зарабатываю деньги этим. Это непросто. Я иду против течения. Я не ищу сильных мира сего в качестве союзников. Я ни у кого не прошу денег. Я не прошу ничьих связей. И если мне не нравится то, что я хочу, я выхожу даже из той сферы, где могла бы быть абсолютно обласкана. Но при одном условии, что я теряю часть своей независимости. Я сильна этим. Очень многие люди идут против течения, но они неуспешны. А я каждый раз успешна. Каждый раз меня хоронят, считают, что все, ей конец. А я выпархиваю совершенно в другом пространстве, абсолютно неожиданном. И люди опять считают, ага, значит, у меня есть покровитель. Ищут его, не находят. Тогда начинают некоторые завидовать и придумывать всякую лабуду. Это тоже нормально. У харизматиков всегда много. Знаете, если вас все любят, то вы или умерли, или вы икона, или вы Господь Бог, или вы просто серость. То есть не в том плане, что вас все любят. Типа вы никого не раздражаете. Если у вас есть яйца, характер, и вы делаете что-то сами, конечно, вы раздражаете очень многие. Потому что вы не такой, как все. Вы иное. А в России не принято уважать иное. И поэтому у меня всегда 4-5%. И в Инстаграм у меня тоже определенное количество людей. Потому что им всем нравится иное. Они его слушают и хотят тоже реализовать свою индивидуальность. Тоже быть в мире самим собой, а не впитывая все ценности общества, что им наговорили в школе, в детской школе. Повторять какой-то чужой путь, заходить на эту системную коллективную площадку. Про Инстаграм. У вас около 400 тысяч подписчиков. Вы это делаете, всю эту работу, эти вопросы все. Вот это соло или у вас есть специально обученные люди, которые работают? Нет, это соло, но есть добровольный волонтер, который просто эти вопросы придумывает. Иногда я ему говорю, надо сам придумать. Мы экспромтом работаем. Задает мне. Мы придумали, чтобы это было веселее. Вот и все. Вас удовлетворяет количество подписчиков или вы считаете, что надо еще работать, чтобы их было шестизначные, семизначные? Надо работать всегда, потому что даже важно не сколько подписчиков, а есть ли у тебя обратная связь. А у меня есть, я им отвечаю. Я, поскольку вы отвечаете, спросил, есть ли у вас люди, которые помогают, потому что мне очень понятно, когда... Это быстро. Я очень схватываю быстро, я очень быстро читаю. То есть 5 минут в машине, в пробке, 5 минут утром, 5 минут после обеда, 5 минут прилег, вечером хочется посмотреть кино. Но раз в 5 минут. У меня все очень быстро. Поэтому в целом на поддержание Инстаграма, Фейсбука и анализа информации в Твиттере у меня уходит за весь день, не больше часа. Сколько вы спите? 8 часов в среднем, 8-9. То есть вы успеваете при этом заниматься вашей работой? А я же фриланс, мне не нужно сидеть где-то с 9 до 10. У меня то пусто, то густо. Я все успеваю. Возвращаясь к тому интервью, которое я уже процитировал, не знаю уж насколько конгениально, там меня еще поразила такая вещь, что вы сказали, что... Попытаюсь точно, чтобы не процитировать. По-моему, был глагол прижиматься или там... В смысле, в поисках тепла мужского... В общем, мужское тепло надо искать вне семьи. То есть существует масса мужчин, которые не муж, с которыми можно... Нет, так нельзя цитировать. Это вы просто, по-моему, сейчас меня с Бузовой перепутали. Я объясняю следующее. Если вы хотите с мужем прожить в дружбе всю жизнь, то он, когда вы выходите замуж, не должен превращаться или в защитника, или в кошелек. Женщины, когда за ними ухаживают мужчины, они так любят. А как только он становится мужем, бабки давай. Я тебя буду кормить. Бабки где? Деньги давай. Ой, меня обидели. Ой, мне плохо. Ой, мне лень. Создай мне предприятие. Поддержи меня. Сделай мне карьеру. Мне скучно дома. Я родила тебе ребенка, ты погроб в жизни, мне обязан. Я говорю, после этого мужик устает, изменяет вам, или даже уходит от вас, а вы все жалуетесь и так далее. Чтобы жить с мужчиной вечной, надо понять, что он не собственность. Поэтому дать ему свободу, быть самой свободной, и понимать, что мужчина нужен вам для чего? Для кайфа. Муж нужен для кайфа. Кайф есть нижний, но даже когда секс заканчивается, чьи 10-15 лет, он утомляется, да, и что-то хочется, но пусть он изменяет, это не страшно. И может быть, вы кому-то прижмете, это не страшно. Но вас объединяет высшее, духовное. Вы можете друг с другом сесть вечером в 11, после работы уставший, зацепиться языками, и прийти в себя, что вам пора спать в 6 часов утра, а вам уже в 10 на работу. Вот это значит, что у вас есть семья. И вот это самое сложное. Если вы нашли такого человека, и вы ему интересны, и он вам интересен, и какие бы приключения с вами не происходили, вот этот огонь берегите. Потому что мужчина – это личность, женщина – это личность. И в долгую работают только вот этот взаимный, абсолютно человеческий интерес. Животные тоже спариваются. И птички, и букашки, и все. А человек единственный, который обладает сознанием, он понимает, что он умрет, он понимает, что здесь субъективно, что такое время, и он ищет человека, свою половинку. А половинок же нет, да? Это полная личность. С этой половинкой всех запутали. Когда говорят, я нашел свою половинку, думают, это продолжение меня. А почему он делает то, что мне не нравится? А почему она делает? Она не имеет на это права. Это же моя половинка. Ребята, нет никаких половинок. Есть две полноценные личности. И если вы нашли друг друга и бережете то духовное, что вас объединяет, считайте, все, вы победили. Вы считаете, что 100% мужчин изменяют своим спутницам, женам? Ну, 100% я что, социолог? Большинство. Мужчина полигамент. Он не путает. У него секс и любовь – это разные вещи. Женщина моногамна. Для нее секс и любовь – это одно. Два сложных мира. Найти друг друга очень тяжело. И договориться, и постепенно прощать друг друга. Потому что миры разные. Зато у женщины другой бзик. Она рассматривает мужчину как источник всех ее благ. И у многих мужиков это бесит. Ну, разве это не биологично? Разве самец не должен заботиться о самке и потомстве? Быть добытчиком, быть защитником? Бла-бла-бла. Когда все было на физике, да. Когда физика закончилась, появилось интернет, и все остальное – нет. Мозги у всех. Физика закончилась. Это когда нужно было мамонта убивать, и женщина физически, и могла это сделать, и беременная тем более. Тогда да. Но сейчас другой век. Что мы сейчас обсуждаем? Тем, что давно уже устарело. Ну, это смешно в 21 веке говорить о физике самца, что он должен заботиться. Наоборот, о нем надо заботиться. Ему тяжело. Самцу-то тяжело. Потому что мир меняется с такой скоростью, а он привык как-то к стабильности. А женщина привыкла, что все меняется. Она сама переменчивается. Я думаю, что женщины консервативные. Они как раз невротизируют из-за перемен. Во время экономической непредсказуемости женщина, наоборот, буфер. Она может пойти уборщице подработать, если денег нет. У нее не будет истерики. А вот у мужчин, он же статусный самец. Я потеряла работу. Все вокруг плохо. Он не пойдет никаким дворником. Он не будет таксистом. Он будет спиваться, умирать, доставать всех вокруг. Потому что он создан по-другому. Это такой мир. Поэтому женщине, наоборот, сегодня мужчине надо помогать. Психологически надо помогать. Чтобы он вспоминал, что ничего, я смогу, только нужно быть более переменчивым, более гибким. Не цепляться за прошлое. Не цепляться. Мне тогда-то было хорошо, я тогда-то много зарабатывал. Не цепляйся. Социологические опросы несколько раз упоминали. Я обратил внимание на один из них, согласно которому у нас замужних женщин в России больше, чем женатых мужчин. Как это? Ну так, женщина, допустим, считает, что она замужем. Ну, видимо. А мужчина считает, что он свободен, поскольку очень много браков, которые почему-то называются гражданскими. Хотя это просто присажительство. Я к чему это говорю? К законодательному моменту. По-моему, Кадыров в свое время вбрасывал идею насчет многоженства. Как вы считаете? Это перспективно? Жириновский? Как они у меня на одной полке оказались? Не знаю. Как вы считаете, под этим есть что-то? Во-первых, есть ли перспективу? Мы христианская нация. Поэтому на этом вопрос закрывается. Мы христианская нация? Да. Которая в 17-м году от православия отказалась. Не имеет значения. Наш код христианский. Мы говорим как христиане. Мы мир видим как христиане. Что с этим сделать? Поскольку мы вышли на финишную прямую... Наконец-то. Давайте заканчивать это все. Вернемся к началу. Прозвучало, что в принципе в России может быть женщина-президент. В принципе, в России все может быть. Вы можете назвать Страна чудес. Несколько женщин, занимающихся политикой, которые вам представляются достаточно достойными кандидатурами. Вот с точки зрения Ирины Хакамады. Кто... Нет. Таких нет. Понятно. Ирина Хакамада тоже никогда... Нет. Даже не знаю, Ирина, обрадоваться это... Вам точно надо радоваться. Или огорчаться. Но я рад, что у нас сложилась такая беседа. Огромное вам спасибо. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok